Приезд съемочной группы застал юных строителей и их прорабов расплох. Вся бригада, покидав инструменты, бросилась в рассыпную. О том, что на территории школы ведутся демонтажные работы детскими руками, первыми обратили внимание местные жители, которые прислали в нашу редакцию фотографии. Самому младшему работяге на вид 8-9 лет. О том, что на территории кадетской школы-интерната работают дети, директор узнал только от нашей съемочной группы. Почему там оказались дети? Я не знаю. Детей на данном объекте я не видел, потому что в настоящее время нахожусь на учебе в Казани. Мои работники, которые я спрашивал по приезду сегодня о том, что работают дети, не знают. Сказали, что не работают. И данная информация мне непонятна. Со слов директора Васильевской школы Владимира Костюхина, скорее всего, его подвела подрядная компания, которая занималась сносом аварийного здания. По всей видимости, подрядчик решил сэкономить и привлек дешевую рабочую силу. По этому факту представители местного исполкома начали проверку. При помощи техники были снесены первые и вторые этажи. Осталась часть кирпичной стены, которую техникой разобрать невозможно. Факт привлечения к работам несовершеннолетних, а тем более школьников, не установлен. На фотографиях, представленных на сайте эфира, мобильный репортер, школьников Васильевской школы-интернат нет. Возможно, это молодые люди, жители поселка Васильево. По данному случаю администрация поселка обстоятельства и подробности выясняют. Айгульни Самутинова, Екатерина Нерушкина, Владимир Ладушкин, Эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24. Релакс.